здравствуйте здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет очередной разбор разбор в очередной раз скандала пластического хирурга тимура хайдарова и потерпевшие стороны это певица слава любовь успенская и к ним примкнули еще там около 72 заявлений судя по словам адвоката потерпевшей стороны да но в общем идет конфликт и мы этот конфликт уже но не конфликт мы интервью тимура хайдарова уже разбирали у ксении собчак но некоторые нюансики я увидела что нужно разобрать и в интервью алене блин потому что вот один вопрос у меня остался нераскрытым и поэтому я решила вместе с вами сейчас разобраться в этом вопросе но давайте я включаю фрагмент и будем по ходу уже смотреть потому что у неё у неё ко мне была вот такая ненависть и сейчас она есть и сейчас вся эта ситуация и я даже больше думаю что на всю эту историю настю конечно подтолкнула на почему за три года если у нее были претензии не смогли урегулировать ваш конфликт с успенской ну наверное просто говорят же не бывает безвыходных ситуациях и смотрите а значит речь идет о том что любовь успенская ни с того ни с сего вдруг начала катить бочку на тимура хайдарова который когда-то давным-давно сделал ей пластическую операцию сначала она была довольна сначала она вывела его в свет познакомила со своими друзьями дала ему зеленый свет для того чтобы стать звездным хирургом а потом вдруг она сменила гнев вернее милость на гнев и сейчас она его люто ненавидит знаете вот прям когда он это говорит у меня вспоминается яролаж про мальчика который приходит и говорит моя собачка неадекватно реагирует на мои команды вот здесь то же самое мне показалось вот тоже что-то непонятное что-то тут какая-то собака здесь порылась и самое интересное как он себя ведет он говорит и как бы да я вообще не знаю почему она так взъелась на меня а потом когда ведущая пытается выяснить что же такое они не поделили он начинает вместо ну как взгляда в причину да вот причину откуда это все началось это наверняка он знает но он всячески от этой темы уводит посмотрите в первый раз он уводит на то что я не знаю как тут договориться но речь то идет сейчас о том что надо в кап капнуть глубже надо раскрыть причину но этой причины он не раскрывает и уводит разговор в сторону поэтому меня это насторожило честно говоря и оставайтесь со мной до конца потому что в конце я еще и найду там все-таки причину почему так произошло причина в астрологической плоскости но это уже не важно важно другое что вот сейчас как он уходит от того чтобы не ответить на четко заданный вопрос причем этот вопрос задается несколько раз тела вот что все эти три года происходило слушайте ну что она хотела не знаю буду сейчас он не скрывает хочет уничтожить видите сжался испугался говорит тише а потом резко с энтузиазмом переводит на другой на другую тему что происходит сейчас разговор что у него хотят выяснить почему любовь успенская так взъелась но на этот вопрос он всячески старается не отвечать потом все-таки отвечает но той версии мне честно говоря не хватило для того чтобы вот такую бучу раздувать вот поверьте мне я человек с большим жизненным опытом и вот то что он назвал общеизвестную дату рождения певицы как бы это не должно было послужить поводом для того чтобы сейчас вот такую травлю на него организовывать поэтому здесь что-то не вяжется и самое главное что не вяжется это его поведение как он всячески уводит от темы которая вот нам неизвестно видите но это продолжаем и денег топить уничтожить там и так далее что ты выдал возраст вот что за вот что стало камнем при я прочитала обиделась сколько лет любой успен и вот смотрите когда он как бы радуется до что до возраст но на самом деле он прячется в сиденье и скрещивает ноги вот что-то может быть там более глубоко эта тема затронута то с возрастом либо там что-то вот что-то там есть явно вот имеющие такую энергетическую силу чтобы любовь подняла свою пятую точку да и начала его что называется уничтожать да то есть для того чтобы ну как то я не знаю возраст любови успенской мне кажется многие могли бы произносить и она бы так на них не взъедалась здесь причина явно в другом это как он старается из этой темы уйти и как с радостью он хватается за версию с возрастом говорит о том что там есть причина более глубокая но эту причину не озвучит не он не она не знаю что они там не поделили может быть со временем мы это узнаем но я вижу что там есть причина более глубокая но не может быть вот по этой причине чтобы вот именно так она взъелась понимаете дальше операции довольно довольно давайте говорю я просто то что она там потратила на операцию я это все вернул вот и понимаете к чему вообще к чему возвращать деньги если операции человек доволен да даже если он там что-то сказал это совершенно в других плоскостях почему понимаете причина с возрастом она явно косвенная настоящая причина в чем-то другом и вот не просто так он ей предлагал деньги там или вернул он ей часть но деньги за операцию за саму что-то там явно зарыто и очень очень интересно вот запасайтесь попкорном этот скандал еще будет приносить нам много интересных событий поэтому очень интересно давай мы так поступим саш вот эту сумму которые на операцию она потратила я ее просто возмещу потому что как бы мне отношения намного дороже как бы чтобы загладить уладить пустяковый конфликт как я еще не шла речь о каких-то переделках изначально какие переделки нет вот камень пред пред как пред в общем вот камень раздора получился вот это интервью понимаешь где я сказал вот эти и все и там мы начнем дело мы докопались до начала мы доказано копались на самом деле до начала конфликта видите и докопались до начала конфликта но нет облегчения наоборот руки прячет замок прячет между ног ноги глубже под стул скрещивает ноги сейчас смотрим это все вот сейчас видите вот ноги ой руки между ног ноги скрещивает видите да все то есть что-то что-то он скрывает это точно вот понимаете но версия с тем что у озвучил возраст она действительно у него рабочие он будет гнуть ее до конца но там явно все в чем-то вот замешаны и будет еще продолжение адам что касается сининой тут тоже они сказали кое-что давайте посмотрим но это не мое детище а тем более не славы и не любови успенской она имеет прямое отношение к организации этого канала но при этом она там раздается так и целу ценное указание как правильно как что куда что там отправляет шаблоны потому что все там какие-то приходят допустим запросы и так далее все на шаблон на некоторых даже абсурдно есть доказательства конечно это ну то есть скриншоты как смотрите на слове доказательства скрещивает ноги понимает что доказательство не для суда это есть даже вот админ захочешь администратор там сенина потом она поменяла номер на свою дочку на свою дочь понимаешь но настолько это абсурдно настолько вы теоретически если у вас есть все доказательства вы можете и на нее написать мы так и сделали сейчас идет перебрасывание грязи друг на друга ну в общем то это доказательства которые вот они сейчас приводят явно не знаю насчет суда подходят они не подходят но как бы я не знаю а что разве нельзя создавать какой-то телеграм-канал по интересам да вот в данном случае это жертвы допустим этого пластического хирурга ну что разве это противозаконно я не понимаю но ладно этот вопрос оставим в правовой плоскости мне все-таки важнее ну вот картина целом в целом да и вот что касается любови успенской там мы еще вернемся к этому вопросу теперь тут тоже вот знаете меня честно говоря немножко покоробил вот этот момент не знаю может быть это и нормальная практика кстати вот если среди вас врачи есть особенно хирурги это нормальная практика что-то забывать вот в людях я я просто не не совсем в теме но я слышала что часто такое бывает потому что там очень много всяких вещей эти эти вот специальные штуки в их пересчитывают да для того чтобы ничего не забыть вплоть до тампонов чтобы ничего не оставить в пациенте но в общем не знаю как дела обстоят у других врачей но в данном случае конечно меня немножко покоробила вот эта тема но это не мое детище а тем более не славы извините это другое вот сейчас что ему не понравилось я только читала про какой-то тампон которые забыли у него значит ягодицы не тампон этот перчатку смотрю все обнаружили когда доставали вот сейчас имплант но до этого у него пошло воспаление вот и когда у него пошло воспаление его приняли в экстренной больнице вот то есть посмотрели по правилам медицины он знает эти правила хирургии причем договорился тимур об этом чтобы его приняли вскрыли открыли посмотрели там всю эту историю выпустили поставили дренаж то есть резиновый выпускник эту перчатку они показывают на фоне разорванного ему только приехал то он же со вскрытыми ягодицами я не знаю он сам есть же заключение тимур может быть открытыми закрыть он приехал да но тут конечно что очень сильно они путаются в показаниях и знаете вот переводят разговор на менее значительные вещи но по факту получается что это он эту перчатку забыл и ну соответственно он несет ответственность а то что с какими ягодицами он приехал скрытыми закрытыми это уже не важно то есть ошибка была совершена и это действительно грозит человеку жизни и я не знаю как вообще с этой статистикой у других врачей но он так спокойно об этом говорит как вообще как о чем-то таком проходящим да не да даже то что вот его жена уточняет что это он договорился почему бы ему не договориться с тем чтобы приняли его под приняли его пациента потому что действительно это его косяк это уже как бы бабки ходить не надо суд несут а вот но насколько я понимаю если он оставил перчатку во время своей операции значит он несет ответственности здесь вот ну понимаете речь идет не о том что еда я виноват там я действительно там допустил ошибку да это статистика да это может быть но там я готов это возьми нет в речь идет о другом я договорил ну вот типа ты договорился они с приехали со вскрытыми ну какая разница с какими приехали если во время операции был была допущена ошибка значит это ошибка во время операции неважно в каком состоянии приехал пациент вот это я так считаю хотя поправьте меня если кто-то здесь более разбирается и в юридических тонкостях или в чем-то еще в каких-то моральных этических не знаю ну то есть вот скажите мне вы свое мнение насколько я здесь права но я считаю что в данном случае полностью виноват тимур хайдаров ну и как бы то что он исправлял это это естественно он должен был исправлять потому что ну как бы а кто еще будет я что ли буду исправлять его ошибки но здесь как бы и если таких людей 72 человека а работает он сколько он несколько лет всего работает это конечно очень мне кажется большой показатель либо у него большая текучка пациентов и как-то это надо регулировать потому что вы так много ошибок это это же каждый вот каждый это судьба дака каждому что-то испортили каждому надо исправлять это ну как бы что-то мне эта статистика не нравится честно говоря да но это мое субъективное мнение и еще один интересный жест хочу вам показать депрессивных мыслей вообще уйти из профессии не мне она перестаньте ну куда то что на на про внутри как он выпрямляет ноги и как бы тормози вот это мне знаете напоминает когда я сдавала на право вот в гаи и там машины такие где у рядом с водителем вот пассажирское сидение у него и у них есть дополнительные тормоза там какие-то педали есть дополнительные которые если вдруг ученик плохо ориентируется берет на себя инструктор так вот гаишник который сидел рядом со мной бедный когда я там проскочила перекресток он просто вот вот таким же жестом вот двумя ногами давил на тормоз вот знаете такое такой прям и вопиющий крик затор притормози уже притормози давайте остановимся и что-то сделаем да как-то это обсудим вот здесь тот же самый жест я его узнала и знаете в обычной жизни когда нет такой стрессовой ситуации ученик не проскакивает оживленный перекресток и не приходится вот так вот мир нерван нервно останавливать машину все равно вот этот жест я считаю что он обозначает такой символ остановиться понимаете вот как бы ногами человек пытается остановиться притормозить и он как бы вот сейчас говорит давайте остановимся остановимся на этом при этом смотрите руки между ног и это говорит о том что все-таки состояние несколько подавленная да но тем не менее фантазировать вот в ту сторону в которую сейчас алена начала он не хочет да он говорит алена а то остановись и вот так вот ногами как бы притормаживает очень интересный же на это все да смотрите как вот видите прям и и ногами на ногами даже вот как прихлопывает знаете как бы остановись давай притормозить затравить за вот именно что морально задавить чтобы я просто потерял там не знаю землю под ногами чтобы мне было какое-то не знаю апатия отвращение там но я не могу себе это позволить я каждый день продолжаю перед вот сейчас я приехала за персон на в общем с этой ситуации я думаю что будут еще новости мы еще другую сторону не до конца слышали да поэтому я думаю мне интересно сейчас услышать версию любови успенской а как это все происходило но вы знаете я воссоздала эту ситуацию с помощью астрологии и вы знаете мне кажется я нарисовала действительно ну вот ту картину которая могла с ними произойти но это опять таки моя версия но давайте посмотрим космограмма данном случае вот тимура хайдарова сейчас я себя передвину значит вот тимур хайдаров дальше мы видим космограмму любови успенской и я специально не буду заострять на них внимание я заострю внимание на их синастрии вот синастрии она четко объясняет что между людьми будет происходить и давайте посмотрим вот мы видим что солнышке в соединениях это как раз вот в день рождения когда в один день рождения люди родились неважно в какой год это называется когда солнышке в соединении и это знаете вот когда ты встречаешь такого человека вот не зря он назвал ее какой-то космической сестрой или что-то такое вот это вот я даже знаю откуда пошло потому что с любовью успенской дружит клара кудзинбаева которая живет вот в олане с которой я дружу и она тоже родилась в этот день и она на этой почве как раз и подружилась с любовью успенской и она тоже знает тимура и в общем тут мир тесен да и вот это выражение до космическая сестра это как раз я слышала у нее и видимо вот по этой цепочке это передалось так вот как это вот вы ощутите если вы почувствуете рядом с собой человека который рожден с вами в один день вы почувствуете знаете такую особую взаимную духовную привязанность вот знаете как будто такая симпатия которая становится очевидной с первого взгляда вот как любовь с первого взгляда вот это происходит вот именно так понимаете когда эти люди видят друг друга когда у них солнышки соединены они вот воспринимают как будто ты мой брат ты моя сестра и это нормально на первом этапе у них вот это вот влюбление влюбление или как ну то есть вот это очарование друг другом она точно была до идем дальше так 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 что у нас еще мы видим узел с узлом в секстиле а это говорит о том что в прошлой жизни эти люди были связаны они встретились здесь не просто так а для чего для того чтобы научить возможно кто-то один кого-то учит и возможно они оба друг друга учат но вселенная гармонично она дает нам именно тех людей с которыми нам надо что-то проработать так вот эти двое они встречались в прошлой жизни они оставили какие-то наработки до которые в этой жизни им надо было вместе продолжить делать да то есть встречаются по солнышку сразу такая привязанность видят что их предназначение одинаковая да и но похоже они понимают что друг другу могут помочь в этом предназначении значит это у нас дальше до прошлой жизни связаны и возможно что кто-то кого-то натолкнет на новый опыт вот так это трактуется теперь идем дальше следующее вот это вот зеленая это секстиль а значит это у нас какие планетки сатурн нептун так подождите да это значит а ее сатурн его нептун сатурн планета очень строгая нептун планета мечтательная иногда может сочинить придумать соврать но в любом случае вот эти две планеты в таком гармоничном союзе создают такой прекрасный симбиоз где обладатель нептуна он как бы рождает какие-то глубокие идеи которые можно воплотить в реальность и вот с помощью сатурна эта идея структурируется кристаллизуется и получается такой вот классный продукт поэтому они соединились вот 2 для творчества это просто идеальный союз и получается что соединились и со стороны любовью вот эта структура пошла до со стороны хайдарова было получается идея да а со стороны любови структура и вот это вот она его выводит в свет она ему предлагает какие-то схемы видимо и вполне возможно что какие-то даже материальные схемы я не знаю здесь они не берут судить но что-то вот по этой связке может могло быть у них договорено понимаете договорено и любовь возможно что она как-то вот это структурировала да а со стороны тимура да действительно но получается что вот встретились да и вот такое небольшое вот очарование друг другом даже может быть большое и важно что она ему что-то должна была предложить какую-то такую вот идею даже если ничего не предложила в любом случае она рассматривала его детище ну вот то чем он занимается она уже прикладывала к этому свои руки и пыталась это сделать какой-то интересный продукт идем дальше а значит ее юпитер вот ее юпитер с его венерой и что венера с его стороны это то что он хочет вот я хочу по венере мы всегда чего-то хотим да и это олицетворяет то что мы хотим и тут приходит вот по этой поэтому секстилю приходит юпитер юпитер это тоже позитивно это две самые позитивные планеты которые вот можно сказать у нас есть в арсенале и венера и юпитер они несут и благо и счастье и благополучие ну то есть все самое хорошее мы получаем от этих планет и получается что эти две позитивные планеты встретились причем юпитер он же приносит счастье он же приносит удовольствие но он приносит вот именно признание в социуме да и получается смотрите вот он хотел признание в социуме да и хотел не хотел но она пришла и сказала слушай ну давай и благодаря мне тебя все узнают в социуме да и я тебя выведу свет и действительно ему этого захотелось и он действительно на это отреагировал да и вот 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 он симбиоз да дальше происходит что это гармония совместное богатство они могли бы что-то вот создать совместное обратите внимание перед этим я говорила про сатурн с ее стороны и здесь юпитер с ее стороны то есть она такой организатор она могла вот его навыки до поставить на нужные рельсы и возможно она начала это делать начала ставить и что тут пошло не так а пошло не так вот этот красный аспект который завязан на черной луне лилит любови успенской связан с венерой тимура хайдарова о чем это говорит смотрите для начала для затравочки любовь успенская при встрече ну вот ее лилит намечает жертву вообще лилит это черная дыра вообще любого гороскопа и лилит она намечает свою жертву и подходит издалека она будет вампирить у любой планеты с которой она связана но это такая ее задача понимаете это черная сторона личности которая вот присасывается к недостаткам там ну к собственным не да если в свой в собственном гороскопе то в нашем гороскопе при присасывается там к планетам к домам ну то есть в каком доме стоит это значит в этой сфере у нас будет вот вечно проработки какие-то надо будет делать ну то есть лилит это такая вот искусительница искусительница всего гороскопа которая сидит сначала на попе ровно сначала она должна очаровать планету на которую она подвязана и как только это происходит она начинает брать от отдачу она начинает прям уже четко вампирить вообще откуда это все взялось это взялось из недоработанных каких-то задач прошлой жизни вот эти двое встретились в прошлой жизни и тимур что-то задолжал любови и в этой жизни они встретились получается она перед ним открывает все ворота вот по всем этим зеленым показателям и соединением да а потом оказывается итог этой всей их коммуникации до получается что все-таки получение лилит своего должка то есть любовь пришла для того чтобы у тимура получить свой долг и вот в данном случае так и происходит ну вот по факту мы имеем что она его вывела да в свет а потом она сказала ну как то вот получилось так что сейчас отток энергии идет уже в сторону лилит в любови да и уже непонятно кто там прав кто виноват кто победит кто проиграет важно что идет вот этот контакт между тем что венера это у нас то что хочет тимур да то что он считает прекрасным и получается что вот это стоит в оппозиции то есть или я получаю то что я хочу или я отдаю долги да вот вот получается а любовь пришла и говорит ну ты по-любому мне долги теперь отдашь и вот это этот конфликт теперь они будут и отрабатывать вот здесь вот вот такая вот задача и видите как вот по синастрии это все прям чётенько видно вот вся вот это вот их история и я смею предположить что скорее всего там ну какой-то совместный какой-то проект да где ну и я думаю что наверняка там был какой-то вот какая-то идея совместного проекта но видимо он недостаточно боготворил любу потому что вот поэтому по этой комбинации здесь вот лилит она требует всегда похвалы она требует всегда энергии а то есть получается вот если с венерой так то тут любовь и ненависть знаете такие качели вот прям если бы это были парень с девушкой то у них были бы очень такие вот и страстные отношения да но это были прям роковые бы отношения но так как здесь более деловая завязка то соответственно но в любом случае даже в деловой коммуникации здесь будут вот эти вот качели то я люблю то я ненавижу причем вот обладательницу черной луны надо всегда хвалить надо всегда считать что она просто пуп земли вот только в этом случае она может немножечко ослабить хватку и немножко при отпустить что называется лесочку да ну вот такая вот история то что я увидела что вы скажете по этому поводу согласны вы со мной не согласны напишите в комментариях и вообще если у вас есть какая-то информация по этому поводу очень жду от вас комментарием мне интересно потому что ну вот как-то слишком он обтекаем а вот эту тему затрагивает и слишком как-то вот слишком как сказать неправдоподобно чтобы люба просто вот на то что он назвал ее возраст вот так обиделась но не знаю хотя может быть я не знаю звезд у них там свои тараканы могут быть в голове но но вы знаете 90 процентов я не верю но это только 10 процентов может быть что люба действительно такая мнительная и вот на это могла обидеться но но не знаю напишите вы свое мнение потому что я честно говоря даже не знаю что по этому поводу сказать но мне бы ну со своей стороны мне бы хотелось увидеть какую-то тему более подходящую и более интересную потому что ну как-то это не та тема чтобы вот так городить огород да вот на этом я буду закругляться не забывайте поставить лайк этому видео или дизлайк как вы считаете напишите свое мнение по этой истории может быть вы обладаете какой-то более подробной информации и возможно что она будет полезна и остальным моим подписчикам поэтому буду благодарна за ваши отзывы за ваши комментарии за ваше мнение и за вашу информацию да в общем палец вверх не забывайте подписаться на меня до новых встреч пока пока